В городе Кировске, это Мурманская область, снежная лавина обрушилась на жилой квартал. Погиб человек и были повреждены многие дома. Уже известно, что бедствие было рукотворным. Прокуратура выясняет, была ли организована система оповещения. Местные власти утверждают, что высший уровень лавинной опасности был объявлен в городе заранее. А то, что не было слышно сирены, на чем настаивают жители пострадавшего района, то это, по словам чиновников, не предусмотрено регламентом. Кадры с места событий у Георгия Лисашвили. Случившееся не было стихийным бедствием. Снег спускали принудительно сотрудники одного из местных предприятий. Перед тем, как на окраину Кировска обрушилась сильнейшая лавина, жители слышали серию взрывов. У нас идет лавина. Сперва они снимали, как лавина накрывает соседние пятиэтажные дома, а затем поняли, лучше отойти от окна. На этом видео заканчивается. Снег буквально ворвался в квартиры. Повсюду выбиты окна, завалены балконы, жилые комнаты напоминают морозильные камеры. Прибывшие на место сотрудники МЧС первым делом бросились прочесывать улицы в поисках людей, оказавшихся в снежном плену. Нашли. К сожалению, спасти его не удалось. Погибший 55-летний Владимир Корчевников, инженер противолавинной службы. То есть один из тех, кто должен был обеспечивать безопасность во время взрывных работ. На подобных предприятиях всегда есть противолавинные службы. Чтобы предупредить внезапный сход снега, его специально сбивают штатными взрывами. Вызванная искусственно лавина должна пройти мимо рудников, лагерей, горняков и остановиться в месте предусмотренным планом работ. Выскочила полностью рама. Оторвала железный механизм. По окну здесь лежало. И снег был в квартире. О возможных сходах лавин кировчан информировали заранее. Предупреждения передавали через СМС-рассылки, местный телеканал. Специальные обращения были опубликованы в интернете. Однако вряд ли кто-то из жителей мог предположить, что опасно будет не только на склонах, но и в квартирах. Моя мама пострадала. Ударной волной у нас выбило стекла и осколки нанесли рваные раны на всю левую сторону. Руки, ноги. Спасибо нашей собаке, что отвлекла внимание, а то и в лицо прилетело бы. Вообще этот район возле горы Югспор считается лавиноопасным. Снег здесь сходит постоянно. 80 лет назад 4 лавины одна за другой обрушились на подножие горы. В рабочем поселке Кукис-Вумчор погибли 89 человек. Правительственная комиссия тогда обнаружила, что при строительстве рудника и поселка, который, кстати, сегодня входит в городскую черту Кировска, практически не учитывалась лавинная безопасность. Меры были приняты, но исключить возникновение лавин до сих пор не позволяют особенности рельефа. Вот и сейчас, буквально за несколько дней до инцидента, МЧС объявило на территории Хибинского массива пятую максимальную степень лавинной опасности. Был очень высокий класс лавинной опасности. Продолжительное время шел снег. Погода была, так называемые качели, плюс на минус, минус на плюс. Массы были неустойчивые, эти снежные. Всего в районе Кировска за вчерашний день сошло 14 лавин. Некоторые из них удалось остановить на подступах к городу специально сооруженными дамбами. Но это в первую очередь защита от лавин естественного происхождения. Вчера, по словам местных чиновников, дамба хоть и выдержала, но не смогла полностью остановить сход снега. Даже для нашего региона это очень большие массы, с большой скоростью сходили. Поэтому лавина практически перепрыгнула защитную дамбу. К трём часам ночи все автопроезды уже были расчищены. Проводятся работы по устранению всех повреждений. Горнодобывающая компания уже взяла на себя расходы по возмещению нанесенного ущерба. Следствию теперь предстоит установить, что именно и почему пошло не так во время запланированных взрывов. И как сработали аварийные сирены. В момент схода лавин они должны предупреждать жителей о надвигающейся снежной волне. На предприятии, проводившем взрывные работы в горах, сейчас ведутся проверки. Принудительные спуски лавин в Хибинах продолжаются и сегодня. Там снова идёт снег. Многие горнолыжные трассы местных курортов остаются закрытыми. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...